о е дисклеймер доброго времени суток дамы и господа добро пожаловать на канал сильвер play меня зовут как всегда серёжа и мы продолжаем играть видимо кадре дикая охота правило его карине тиль она и роман которая преуспела в розыске благодаря она и роман тки карине тиль ведьмак увидел как цири встречается со мной то есть с лютиком геральт узнал что если он хочет найти кто должен сперва отыскать старого друга лютика нас как раз пойдем искать лютика по идее так вот поговорить с ройвеном пойдем поговорим с ройвеном рой вен так одну секунду хп вам видно меня вам видно звук у вас есть из игры есть звук погнали так ройвин ройвен он здесь они вот в этом доме нет подожди а как по стрелочке пойдем они внизу где-то ну пойдем вниз удва лужба не дружба базару нет здесь где-то а да если чай открывайте сова открывай медведь пришел алла он дарабанит бани закрыты мне нужно встретиться с хозяином я знаю что он здесь ну и что того занят вам нет не касается что геральт из ривии хочет с ним поговорить не могу обещать что у господина ройвена найдется время а ты знаешь скажи сначала ну хорошо я попробую прошла вагать вежливый парнишка там за дверью вас ждет меня зовут г.п.н. здорово г.п.н. габен для это габен как раз как раз по форме подходит в бане однако сперва надо зайти в раздевалку вы сможете оставить один пойдем ну пойдем оставим одежду а это бани я только сейчас выкупил что это бани вещички ваших будут в безопасности ну давай разденемся для какой в палате я не чеки те герои ожидает следующем сейчас подожди подожди тут вот это волокнах на я ж не могу их пропустить лев трусик и пицц геральт весь порезанный слушай где пройти вот пройти у у него его я вот так вот немножко покажу так ой 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 ясно я не знаю просто можно вообще такой на дубе показывают аж игровой контент значит можно на спокойно тисак блюдо к младшей выходит из игры мой секретарь все вам напишет нет у тебя секретаря а младшего мы уберем только когда все будут за ушка у славы твой гость и от геральт здоровенький мужика херат его впустил я хотел с ним поговорить это геральт из риме и рад снова тебя видеть а я один не в курсе ты кто еще такой я ведьмак я ведьмак ну что проблемы с канализацией все под контролем геральт мой давний знакомый правда вот у вас власти кто-то вломился в бане несколько людей она понял что этот провидец хренов несет по слуху и чё барышню бьешь оружие то есть найдется ой домой вроде куда дим не он тот красивый ну нет ну геральт ну что ты какую-то палку колотилку взял с голой жопой я еще не бился я тоже вам фига палка упасит слышь мужики а ну разойди свой опасу сейчас дядюшка ведьмак вам таких пиздюлей раздаст подождите к ну ка держи 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 мужики держи на пасы а ну дайте полутаться хорошая работа прошу прощения за инцидент охрана подвела я непременно сделаю из этого выводы это люди ублюдка делай пока выводы из этого не начинаю его особенно при гостях он пришел за минуту до нападения случайный я так не думаю пусть это хренел объясни ты не представишь меня своим знакомым хорошо здесь нет гп на ох он бы отругал меня за скверные манеры франциско бедлама ты знаешь впрочем кто не слышал об этом меценате и покровители мелких предпринимателей краснолюц это карл вореза по прозвищу тесак он больше по части развлечений я ищу ублюдка младшего интересно чего ты от него хочешь ублюдок младший поможет мне кое-кого найти за всю свою никчемную жизнь ублюдок еще никому не помог а я его хорошенько попрошу слышал тесак если бы ты не называл его мудозвоном а просто хорошенько попросил может он и пришел бы навстречу вашу мать господа вас что благодушие обуяла у блюдо хочет нас убить и сделает это рано или поздно значит мы должны убить его первыми но он так собрал эти тут и пускайте пузыри под водой а я пойду вышлю молодцов по всем точкам ублюдка пусть поднимут шухер и выкурят паршивца не ну так то он по делу говорю как там тебя если хочешь найти ублюдка приходи ко мне он же убить своих натравил сейчас люди ублюдка же это были где мне найти его есть мысли где искать ублюдка младшего буду признателен за любую подсказку сиди давай попробуем геральт умеет искать людей и он не болтлив что само по себе ценно в таком случае я вас оставляю я зайду завтра закончим разговор так что может оденемся неплохая мысль а потом поговорим приватно уважаемые важные люди было но хорошо лутаться не дали руга благодаря которому я так часто принимаю в ванны если благодаря мне ты становишься чище значит стоило тебе ломать эту ногу скверно срослась теперь я отмачиваю ее в горячей воде по крайней мере по шесть раз в день иначе она гудит как колокола в покляре на рассвете я сделал дни без причины видимо без причины если бы ты не переходил на дорогу нога у тебя была бы цела понимаю клянусь если бы я мог повернуть время вспять повел бы себя на танаги иначе например приказал бы моим людям тебя убить они связывают слушай ты равен точнее дикстра потому что у меня нет настроения играть псевдонимы и разные шпионские игры я пришел по конкретному делу если хочешь меня выслушать выслушай а если нет избавь меня от своих блестящих реплика просто вышвырни за дверь договори мне не жалко думаешь тисак найдет ублюдка может и найдет только спалить при этом пол города это нам ни к чему не связывайся с ним действуй сам что ты предлагаешь понял пройдись по всем местам в сфере влияния ублюдка осмотрись только аккуратно не вламывайся с полными штанами гнева не круши не убивай почему да почему ты бедлам не хотите войны с ублюдка младшим я всегда говорил королю визи миру что война никаких проблем не решает она лишь порождает проблемы согласен который затем приходится решать иными средствами за начинаниями ублюдка кто-то стоит я не хочу его убивать пока не пойму кто компаньоны а твои партнеры знают о твоем прошлом они знают что на самом деле тебя зовут сегизмунд дикстра и что-то был главой риданской разведки если бы я вместе с тисаком бедламом и ублюдком построил мельницу и мололу муку для окрестных крестьян тогда бы мы были партнерами а то что нам приходится договариваться еще не делает из нас партнеров знают ли они кем я был бедлам наверняка остальные думаю догадываются мы это не обсуждаем что в городе за ублюдком может действительно стоит поспрашивать в городе даже если младший сидит в укрытии деньги то ему приносят но при получает доходы главным образом от азартных игр он контролирует самое большое казино в городе помню иерарх хэмельфорд проиграл там когда-то перстень с рубином и такой разразился скандал есть еще арена в городских подземельях доход состава куда меньше чем с казино зато там всегда нужны охранники еще можешь заглянуть в дом ублюдка вряд ли ты застанешь его самого на вдруг найдешь что-нибудь интересное где у него этот дом не говорила ублюдка есть дом в городе вполне солидная недвижимость сразу за мостом на храмовый остров только ублюдок не дурак чтобы там отсиживаться но логично арена так где это арена в каналах под золотым кварталом но вход туда из квартала в бедноты в обрезках а мне было не блюдок обожает добрую драку думаю он с радостью поглядит на ведьмака в действии думаю с арены начнем находится казино недалеко от башен городской стражи официально так не имеет с казино ничего общего так что следи за тем что говоришь чтобы не вызывать подозрений но я пошел попробую найти ублюдка младенда таким мира на арене пожалуй все-таки поговорю с тесаком делай что хочешь только будь осторожен ублюдок ждет ответного удара в этом я не сомневаюсь спасибо за помощь дикса но идея уже ведьмак а да если ублюдка так и не найдешь возвращайся я отлично знаю эту каналью может что придумаю я думаю разберемся о лютик да слушай может ты знаешь что стало с лютиком абсолютно что с каждым кто перейдет младшему дорогу то есть сидит в окружении гурий они кормят его пирожками с соловьиными язычками и поят молодым вином но геральт что с ним может быть лежит должно быть на дне понтера вместе с этой своей мандолиной слютный по моментах пусть себе там гниет хоть свалторной не водах слюки что люди к тебе чем-то населил само собой а в чем дело видишь ли он тут выдал сонет где во втором четверостише парные рифмы вместо опоясанных сам понимаешь что меня как ценителя поэзии это глубоко оскорбляет я ему такого не прощу я серьезно а если серьезно у меня нет времени чтобы переживать за твоего друга бабника у меня своих бед хватает а ты мог бы мне помочь и тогда бы я например поспрашивала лютики выяснил бы что с ним стало а я так понимаю кроме сведений о лютики ты мне еще и денег даже ничего не бывает даром да интересно когда тебя эмгир нанимал ты был такой же языкастый по тебе сказал кто тебе это сказал как-то ангир не буду же я выдавать моих информаторов это было бы очень непрофессионально но хватит сплетела до заплачу я тебе заплачу ну так что я могу на тебя рассчитывать ну давай может и помогу чем дело чем говорить проще показать образ стоит тысячи слов и тогда и ты разумеется понимаешь если ты разболтаешь про то что видел заработаешь перо под ребро ну понятно не уясное дело замечательно последняя просьба точнее рекомендация не вынимая меча из ножен покуда я не скажу но обещать не могу конечно а нифига себе прошу следовать за мной а он у него с ножка проблема гераль сломал но подожди о-о-о-о-о дайте полутаться так шоу нас тут яблочко ура позе попрошу заметить бутылка еще шкура цветочек холст так шкура лоскуты кожи позе шкура меч и шкура ну лишним не будет пока вот это вот как тут у нас тоже да и там тоже самое ладно пойдем еще у нас тут тихо пока в чем суть кто обижает вот я просто смотрю подождите разглядываю просто а во первых я кого-то вижу или слышу бар опять бар перестаньте и уже минуту оттого что ты бьешься головой а стену ничего не изменится логично и ты взял тролля откуда я чего-то тролли из зериканий я выиграл его в карты у торговца верблюдами у торговца верблю одна лучше другой у торговца верблюдами я выбрал роля и абсолютно серьезен там жарко оси не забрал барта сиди добрый я вижу что с троллем ты отлично ладишь и зачем ты меня привел веришь дыру мы к ней еще вернемся за этой дверью сокровищница до недавнего времени полная новиградских крон и других драгоценностей я остерег но было бум и нету шамны переводе на человеческий кто-то свистнул у меня почти 20 тонн золота не считая мелочи а ты поможешь мне их отыскать 20 тонн золота чему ты сам этим не займешься у тебя вроде есть знакомства в местном преступном мире зачем тебе еще ведьмак видишь ли эти деньги принадлежали не только мне скажем я содержу некий банк для посвященных по понятным причинам я не хочу чтобы вести о моих проблемах разошлись по городу именно поэтому мне нужна помощь со стороны откуда уверенность что мне можно доверять нет у меня такой уверенности я рассчитываю на твой инстинкт самосохранения потому что если ты меня подведешь я тебя убью и скормлю бар неприятно кушать хорошо я тебе помогу ну давай не вижу пойдем это все из-за ведьмачьих мутаций нас же лишают эмоций иначе я бы прыгал от счастья ладно мне надо осмотреться но сперва у меня есть пару вопросов я весь внимание погнали детектив геральт сколько все это добро стоило так более-менее а что хочешь прикинуть премиальные не надейся я тебя слишком хорошо знаю я просто хочу понять что еще три ящика нильгардских флоринов сундук изумрудов рубинов и топазов серебряные канделябры блюда долго перечислять это все это интересно кроме борта нет об этой сокровищницы знали только совладельцы казны но и воры в день нападения в самих банях ничего подозрительного не случилось гопен клялся что все было спокойно постоянные посетители никаких аксессов гребаная идиллия я так понимаю воры пролезли через дыру у тебя за спиной рад твоей сообразительность о чем еще спросишь какой нынче год как зовут короля ридании нет но мне например непонятно как эта дыра тут появилась а потом и было бар хотел увидеть но не видеть а спать потому что злые грибы ищу злые грибы плесень попса и и спор настолько ядовиты что всего пара вдохов и тебе конец только тролль может быть продержится барк строй может быть я не тебе говорю баран о чем бишь я ах да плесень так вот в каналах за сокровищницы и очень много я думал это будет дополнительной защитой но воры и и как-то обошли и видел их бард как бард вышел из дыры смотреть что ладно ладно не настраивайся бум это взрыв герой поясни большого я поясню взрыв разнес стену отделяющую каналы от сокровищницы я вижу ты отлично находишь общий язык с троллем у меня большой опыт я всю жизнь работаю с идиотами и пойти по следу воров разумеется взял одного бугая фонса он так туп что вопросов не задавал приняли мы с ним по антидоту против попса и пожив стоки а минутой позже я вернулся один что случилось парень стал страшно рыгать так что эхо шло говорю ему фонс перестань и все-таки в обществе графа бывшего но все-таки а потом он блеванул и остался без антидота я пытался его вытащить но услышала такое бульканье и что-то вылезла из воды и оценю жизни своих людей но свою еще больше так что бросил я фонса и рванул к выходу что это было можешь описать это что-то которое вышло из воды нет каналах полно разной дряни там ничего не разглядишь ну что-то ты наверняка заметил нет не заметил и не провел предварительного таксономического анализа я драпал со всех но харизматичный очень персонаж ну пора осмотреться в каналах есть у тебя еще антидот против попса до пара ампул и формула на всякий случай отвратительная бурда откровенно говоря но работает прошу спасибо не за что буквально если ты тут задохнешься мне от тебя польза не будет пойду-ка я наверх а то как взгляну на пустую сокровищницу сердце ноет но удача я один пойду до так подождите антидот против попса за место кошки а этот да у меня тут это ласточка так подождите алхимия отвары это не то он давай сделаем подожди а я типа уже все у меня он есть этот антидот давай сохранимся здесь а я-то думал ведьмачьи эликсиры мерзостью решетка из трубы взрыв смял ее как картонка по краям остались следы раствора то есть до взрыва ее не снимали ее вырвало истинный удар края трубы выгнуты наружу что-то разворотило ее изнутри заодно вырвало кусок стены похоже то что-то запустил источные трубы из бани следов магии не чувствуется значит это была бомба не заклинание но почему узкие трубы до взрывчатки какой же был взрыв если они до сюда долетели хороший был взрыв опция прут к пруту без такую решетку ни хрена не протолкнешь шо такое до свидания до свидания там еще кто-то был и сюда все кончились утопцы пойдем дальше ввести свое супер расследование тут отвлекают ходят всякие так и таких героев он определенно шел туда о версии а к тут что да как только пруту через такую решетку ни хрена не протолкнешь а 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 геральт что мы видим еще так прут к пруту это я понял 1 побрякушка а а жемчужина хорошо это мужчина которым говорил дейкстра не дотащил утопцы съели откусили жопу ну что ж ну бывает что поделать так а это кто об этом дейкстра не говорил значит он из команды лютика здесь повсюду блевотина видимо он тоже выпил антидот и тоже не смог его удержать даже близко надо сжечь трупы а вот эти трубы что ли 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 тут я подожди какие трубы сжечь вот так типа а где еще один был пойдут первое другое место окна антидот геральду не сильно нравится я прям слышу это а тут у нас попа донышко сосуда покрыто рунами и оплавлено возможно взрывом должно быть осколок бомбы пахнет как масло виверный и карамель больше я тут ничего не узнаю 2 возвращаться к действия она верно смысла от ништяков собрать геральт мне допустим вот хотелось бы закрыта ну пипец она закрывали приключение оставили да там вон что то есть наверное интересно так открывай не хочет так ладно опускаемся подожди а вот а вот тут дальше что ничего нету что ли уже выход а тут уже выход золотой следы заканчиваются видимо лютик погрузил казну на лодку лютик подожди это лютик вернуться в баню ну давай вернемся что за звуки страшные вообще мне не нравится можно без страшных звук пожалуйста за лазер за лазерой это получается лютик в этом замешан во всем нифига себе ну молодец лютик что сказать м большой молодец это он нет подождите он вот у тебя есть минутка да чего ты хочешь а я закончил расследование облазил все каналы вокруг сокровищницы ну и как что ты узнал похоже стену сокровищницы разрушила бомба посмотри дно серебряного цилиндра покрыто рунами интересно знаешь что было внутри я угадал часть компонентов по запаху масло виверны и сахар сахар геральт у меня нет настроения шутить я не шучу говорю как есть в бомбе был сахар подумаем сахар бурно реагирует серной кислотой но не так быстро чтобы вызвать взрыв бессмыслица не знал что ты разбираешься в алхимии вкусил немного в аксенфуртской академии но сейчас не время для воспоминаний ты казну мою ищешь а не биографию составляешь правильно узнал еще что-нибудь о бомбе я нашел тело одного из воров его стошнило от антидота как этого твоего фонса прекрасная смерть у него было что-нибудь при себе ничего особенного пустой флакон ну будь он важной персоной его бы так не бросили значит обычный насильщик такие ничего не знают мертвый след буквально сокровища высыпались из ящиков так что я смог пройти по следу воров знаешь в той сказке с крошками припоминаю гензель гретель сожжение ведьм очень по-новиградски следовал до самого выхода из каналов и там оборвался готов спорить что ящики погрузили на лодку понятно что не на телегу лодку мы не выследим значит это тупик бомба взорвалась в трубе которая выходит из стены рядом с сокровищницей но сточная решетка в момент взрыва была на месте а значит заряд подложили изнутри точно я думаю что было так кто-то вошел в баню спустил воду в одном из бассейнов и бросил цилиндр в сток бомба прошла вниз застряла у решетки и как говорит бард большой бум надо понять в какой сток бросили бомбу это единственный перспективный след верно гопен ведет книгу посетителей так что мы поймем кто был в бассейне в день нападения а ты неплохо поработал благодарю за признание твоя знаменитая герои мне так ее не хватало неужели как гвоздей в исподнем очень харизматичный персонаж мне прям нравится ну ладно ты осмотри бассейн и справа я возьму те что слева позови меня если что-то найдешь ну естественно на еду так вот никто здесь ничего нет значит здесь значит тут а что-то тут плавает масло а что еще папа серебряная крышка похоже от цилиндра в стоке дикстра иди-ка сюда и банчик есть что-нибудь фрагмент бомбы капен спускай в воду из четверки и тащи сюда книгу посетителей раз-два напомним у него доступ к баням круглые сутки и он мог подслушать где ты держишь сокровище у гп намного недостатков он напыщенный павлин временами ведет себя как настоящий хер как бы это не звучало его отношения но он абсолютно верен откуда такая уверенность ведьмак должен разбираться в чудовищах а шпион в людях филиппе эльхард ты тоже когда-то доверял да но я не вытащил ее из коверской тюрьмы в ночь перед казнью посмотрим что тут у нас на дне замедил детектив на серию уже вторую вторую подряд идет решетка истока вынута значит сюда и бросили бомбу капен кто был в этом бассейне в день ограбления поглядим биртольд кайнс городской советник йозеф швейк генерал и марграф хенкель хенкель быть не может почему нет почему нет старик принимает земляные ванны с самой зимы вот уж кого тут не могло быть в день нападения он умер я и не знал ничего удивительного достопочтенный марграф склеил ласты в борделе одеты в кожаные шмотки так что семья похорон не афишировала но я то свое дело знаю однако же я видел его вон и злополучный день своими глазами господин ройвен а ты с ним разговаривал присматривался к нему нет он прошел мимо иными словами ты видел не хенкеля а кого то кто под него сработал подумай головой тебе же яйца отрезали а не мозги а ты геральт займись этим ладно из чего начинать зайди в дом хенкеля это такой запущенный каменный особняк юг от главного рынка ловчила которого мы еще мог оставить там какие-нибудь следы ну бегом повежливее так ну пойдем посмотрим так одну секундочку запись идет все хорошо ага я говорю заметил у нас вторую серию подряд уже такой детективное агентство геральда надо действительно геральду открывать свой детективное агентство так мы пойдем а чё у меня это ведьмачье зрение баганулась кажется ой да я нет 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 я это я же не знал мужики я не знал что так нельзя все все елки по а вы еще кто бандюганы бандюганы бежим гераль бежим убери мяч беги 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 геральд сейчас сейчас подожди подожди właściwie геральд беги просто просто беги мужики я не хотел я не знал что да ты можешь бежать собака такая Ёлки-палки Да нечаянно Я не думал, что прям Так начнется Я думал, там вынесут предупреждение, может, если нельзя Ё-моё Джопу не отрезали Что там у тебя? Магические аксессуары, алхимические ингредиенты, эликсиры и всё такое Интересно, ты что-то не похож на чародея Я не похож и не чародей Я просто забочусь о том, что в вещи несчастных сожжённых попали в хорошие руки Это же не гном, да? Похоже, что у тебя есть Сплошные раритеты по доступным цехам Ух, сука, ты меня не видел Что это было? Это низушек Это кто такой был? Почему сбежал? У него суп на огне Суп на огне оставил Смотри, чтобы я тебя на огне не оставил Деловой Я буду за тобой приглядывать И чё, сука, так Тебе же знают, нефиг А чё за торговец? Подожди Хорошие зелья Низушек не урал Запах на всю улицу Водим посмотрим, что у него там Огне сгорят наши грехи не этот низушек низушек о ну наш хороший ты мужик что меня когда не выдал за это полагается тебе приятель скидочка давай давай ну ладно может вот что там у тебя интересного не знаю к родно хочешь сапоги кстати науки сапоги меч меч упорядочить так он давай все книжки а темные то я уже что прочитал да кстати наш что седло вот держи профи полуденец и держи у меня сейчас подожди упорядочить вес смотри знаешь что еще могут отдать где-то у меня оля краснолюдский спирт науки 23 все давай до свидания так секунду подождите вот это найти до дома манграфа гонграфа гули и аль гули так вот это читаем это тоже читаем на паузе ребят все на паузе пожалуйста вот все специально для вас я сам потом смотрю читаю на паузе чтоб не сильно задерживать прохождение охранники же сейчас нему больше адреса надеюсь хорошо это у нас тут за турнир уже к чем торгуешь есть на лошадь этом у тебя я понял рыба хорошо рыба нам не интересно мне тоже не нужен ну и развалюха больше похоже на горло бы нищего чем на дом марта черт ты чё 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 это они совсем по масочке пойдем посмотрим что по торговец один вам здание вот в этом нет подождите даже эти копан а это банкир в нем анкера нам не нужен так ну давай заходим чё а тут это мужики тесака закрыта хочу закрыта мужики я чё закрыта не в курсе и в курсе я наверно сил нет я понял никто ничего не видел а сразу что случилось я тут просто осматриваюсь опа следы ног не шоу куда наверху раз мы к нему пройдем в гости фиал ну не фиалка конечно он тоже неплохо так книженцы лишними не бывают которые господи пожалуйста можно пройти чё книженцы чё книженцы класса что там было шаурма ок следы ног а красная записка вино года твоего рождения и отличное неожиданный букет непременно попробуй только пожалуйста пол положи потом бутылку на место где-то чтоб тайной фото в рождении может это про лютика или про цири года 1245 1254 а там дверь была в стене геральт тут что то есть под 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 это под взять о иная комната наверное здесь люди к остальные где-то вели на лед и гарри поттер и какие-то комочки в масле виверны похоже бомбу собрали тут логично письмо дуду дуду цели за мной следит менги это он перехватил сокровище лютик у него беги шаги не хорошо не хорошо масло виверны уже здесь что инструкция по сборке бомбы написано а калькштейн а калькштейн это я такого знаю мы его с его дома помнишь там забрали покушать а а а цири чтобы спасать собрать а я смогу ей помочь если верну казну кстати или как говорят в буклере апропор ты не узнал кто попер мое золото просто зачем тоже сначала скажи зачем пришел мы договаривались что если что-то найду то сам к тебе вернусь вроде так но я беспокоился тебе и зашел посмотреть все ли в порядке мне больше не доверяем там беспокоился ты мне не доверяешь как и ты мне здоровые отношения господа я польщина что мне довелось увидеть это словесную долю только помните что в отличие от вас я выходя в город рискую жизнью поэтому очень вас прошу давайте где ты напрасно знакомил 3 бомба нас больше не интересует потому что потому что я знаю кто наложил лапу на твою казну начальник храмовой стражи некто калибр менги вам пожалуйста на ригой не только заработаешь герой ты не будешь столь любезно рассказать как ты это узнал умираю от любопытства хенкель мне рассказал старикам неплохо себя чувствует он просто инсценировал смерть чтобы сбежать от кредиторов интересно я не знал что у него были долги были аминги обещал что покроет их в обмен на помощь при ограблении так что герой ты как бы то помягче это записки нова и здесь если ты решил что я поведусь на эту неизвестно откуда взявшуюся байку и меня плохо знаешь ну хорошо я соврал наполовину я слышал о полу львах полу орлах и даже о полу рыбах полу людях но ты не убедишь меня что на свете бывает полуправда и все-таки попробую хенкеля я не видел но твоя казна действительно у мянги и узнал ты это с помощью хрустального шара может и так профессиональная тайна ты что-то от меня скрываешь а я это ненавижу больше чем нильфгард но в конце концов мы работаем вместе по расчету а не по любви кроме того в твоем вранье должна быть хоть доля правды менги последнее время швырялся деньгами хотя по моим сведениям у него не должно быть ни медика и что теперь как я слышал менги по утрам принимает посетителей в штабе охотников на колдуньи в доках загляните к нему и спросите что он соизволил сделать с моим золотом что менги по своей воле нам что-нибудь расскажет я тоже поэтому я и нанял ведьмака и чародейку которых столь многое объединяет и как это связано с делом влюбленные готовы прыгнуть друг за друга в огонь что мне и нужно я имею в виду у вас больше шансов выйти из казарм охотников живыми и с моей иными словами ты нами играешь играю что я просто направляю объединяющие вас чувство но голубки мне пора удачи я думала ты возразишь что мы ты понял ты тоже промолчала и сама могла бы возразить да но это так тяжело выговорить правда но мы отошли от темы нам надо вернуть казну рис я должен тебе кое-что сказать в этой истории золото дикстра интересует меня меньше всего я так и думала дело ведь в цире да менги где-то держит лютика а лютик с ней виделся это все меняет слушай встретимся на рассвете у часовни вечного огня на восток от порта подумаем вместе как попасть казарма охотников идет до свидания и спасибо тебе блин очень интересно я ну я сижу молчу в диалогах мне просто очень интересно самому подождите я пока не забыл пока у нас там блин по времени уже вот не хочу серию заканчивать это она такая беспалевная да сейчас был не хочу серию заканчивать но надо по времени потому что уже надо заканчивать ребятки большое спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки и вообще там вот оставляйте комментарии это очень помогает развитию канала и мне очень сильно морально помогает развиваться дальше делать ролики и все тому подобное спасибо за просмотр блин завтра же первым делом запишу снова серию по ведьмаку увидимся так что завтра ну хотя если это будет записано для многих то увидимся уже сегодня можно посмотреть следующую серию увидимся в следующей серии поэтому всем пока пока пока